Коллеги, добрый вечер. Если меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично, отлично у нас пошел звук. Спасибо большое, что нас дождались. У нас возникли кое-какие технические сложности. Спасибо. Меня зовут Елена Панина. Я сегодня буду моделировать лекцию, которая посвящена типичным ошибкам при выполнении монографических исследований. Лектор у нас сегодня рентген-лаборант с большим стажем монографических исследований. И мы будем сегодня подробно разбираться в этой теме. Передаю слово нашему лектору Виктории. Виктория. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, начнем нашу лекцию. Типичные ошибки при выполнении монографических исследований. Итак, сначала разберем, что же такое монография. Мы все знаем, что это лучевой метод исследования с помощью монографического рентгеновского аппарата. И известно, что такая процедура наиболее распространенный метод обследования молочных желез. Его информативность составляет более 90%. Какова же ситуация текущая по раку молочной железы? Рак молочной железы является самым массовым и быстро растущим видом рака. Каждый год в России диагностируется более 65 тысяч новых случаев заболевания. К сожалению, около 10% приходится на Москву. Всего на учете в Москве состоит более 60 тысяч женщин с диагнозом рак молочной железы. Данный вид рака хорошо поддается лечению на ранних стадиях и считается в мире одним из наиболее управляемых. К сожалению, статистика такова, что около 38% женщин узнают о своем диагнозе только на последних стадиях болезни. И вот статистика уровня 5-летней выживаемости в процентах. Мы видим, что Россия, к сожалению, процент выживаемости очень маленький. В чем же состоит системная профилактика рака молочной железы? В мире основным способом профилактики рака молочной железы является ранняя диагностика. Именно рентгеновская маммография. С 2012 года в Российской Федерации действует государственная программа диспансеризации, в рамках которой после 39 лет раз в 3 года женщина имеет право на бесплатную маммографию. В рамках государственной программы диспансеризации в Москве выявляется лишь около 41% случаев рака молочной железы. Из них на ранних стадиях только 28%. Количество межинтервальных раков составляет 15-20%. И 7% пациентов умирает в течение первого года с момента постановки диагноза. Считается, что у каждой рожденной девочки есть шанс заболеть раком молочной железы 1 к 25, а умереть от рака молочной железы 1 к 60. Поэтому такой скрининговый метод, как маммография, является очень важным в диспансеризации и системной профилактике. В Москве действует пилотный проект скрининга рака молочной железы с помощью маммографии, который реализуется в целях дальнейшего совершенствования маммологической службы города Москвы и увеличения выявляемости на ранних стадиях онкологических заболеваний молочной железы. Цели проекта это повышение охвата скрининговой маммографии женщин 39-69 лет и повышение выявляемости рака молочной железы на нулевой и первой стадиях. На слайде представлена частота встречаемости рака молочной железы по квадрантам. Мы понимаем, что 65% это приходится именно на акселярную область молочной железы. 1-2% это околососковая зона, и вот 11% это медиальная внутренняя сторона молочной железы, и вот еще 10% и 17% видим мы по квадрантам молочной железы, распространяемость, встречаемость рака молочной железы. Правильное позиционирование пациента на маммографических снимках должно быть именно таким. Значит, сейчас дальше покажем. Это в краниокаудальных проекциях и медиалатеральных проекциях. Вот такого качества снимки должны у нас быть в приоритете. Немножко, значит, лучевая анатомия молочной железы. Значит, у нас мы различаем подкожно-жировую клетчатку, кожу, соединительно-тканную структуру, железоистую ткань, сосок, ореолу и сосуды. И на качественно выполненных маммографических снимках вот все перечисленные анатомические зоны должны быть включены, то есть показаны именно, вот как показано на этом экране. Есть стандартные критерии качества маммографии. P, G, M, I. Значит, P – это отлично, G – это хорошо, M – это удовлетворительное качество, I – это технически неудовлетворительно. И вот 97% снимков обязаны соответствовать классификации PGM. И только 3 из них процента могут соответствовать классификации I. Критерии качества. Вот, смотрите, правильные стандартные укладки у нас теперь уже, прямые снимки и косые снимочки. У нас должны быть выведены соски на контур, они визуализируются в профиль. Видна инфрамомарная складка, то есть кожа стыкуется с грудной клеткой, мы видим на косых снимочках. И угол грудных мышц должен быть выведен парусом. Угол, конец паруса должен быть на уровне соска. Вот, ну, перечисленные критерии оценки. Смотрите, грудные мышцы визуализируются полностью, сосок визуализируется в профиль, то есть он на контуре. Видна инфрамомарная складка, где кожа стыкуется с грудной клеткой. Должна быть корректная маркировка изображения, то есть дата исследования, данные пациента, маркировка стороны обязательно левая-правая и проекция, значит, прямая и косая. Это у нас стандартные укладки. Если необходимы еще проекции, строго боковые, прицельные снимки, то же мы их маркируем. На снимке не должно быть двигательных артефактов, должна быть достаточная степень компрессии. Мы всегда помним о том, что компрессия уменьшает лучевую нагрузку. И желательно, чтобы снимки были симметричны, то есть симметричны правая маммограмма и левая, и в прямых укладках, и в косых укладках. Вот еще правильные укладки, смотрите, визуализируются грудные мышцы парусом, как я говорила уже, именно инфрамамарная складка. На прямых снимочках, на крайне укаудальных тоже, сосок визуализируется на контуре, и мышцы выведены. Если кто-то скажет, что это технически невозможно, я вам скажу, что это реальные снимки, взятые, сделанные в одной из клиник Москвы, и они соответствуют действительности. То есть это... И вот мы рассмотрим еще специфические критерии для крайне укаудальных прямых изображений, именно по критериям PGMI. То есть мы видим, мы должны адекватную визуализацию железистой ткани, сосок должен быть на контуре, сосок расположен в центре, может быть, или немножко смещен медиально. И полная визуализация медиальных квадрантов молочной железы. Кожа видна в виде однородной темной полоски с шириной от 0,5 до 2 мм. Также есть специфические критерии для медиалатеральных, косых изображений. Вот мы уже говорили о том, что грудная мышца должна быть вытянута парусом. Конец паруса должен быть на уровне соска. Должна быть адекватная визуализация железистой ткани, сосок на контуре, четкая визуализация инфрамомарной складки и полная визуализация верхненаружного квадранта молочной железы. Вот, собственно, мы видим с вами снимки, которые соответствуют этим стандартным критериям качества маммографии. И еще раз напомню, что это реальные снимки, сделанные в одной из клиник города Москвы. Если кто-то скажет, что с пациентом, с пациентом, с имплантами невозможно вытянуть и сделать качественные маммографические снимки, тоже вас могу немного обрадовать, что все это возможно. Вот реальные снимки, сделанные пациентом с имплантами, вот, скажем, это небольшие импланты, есть средние, и тоже выведены все, то есть все критерии качества изображения, они здесь присутствуют. И вот, пожалуйста, еще импланты. Вот, в научно-практическом центре медицинской радиологии был проведен аудит технических ошибок, вот, маммографических снимков, сделанных с 1 апреля по 30 июня 2018 года. И, к сожалению, аудит, вернее, итоги аудита нас не очень порадовали, потому что без технических ошибок у нас, к сожалению, всего 55% маммографических снимков с техническими ошибками, 45%, что ну, цифры сами говорят за себя. наиболее мы провели также анализ технических ошибок. Вы видите на слайде, что основное, основные нарушения это нарушения укладки, которые отличаются от рекомендуемой, где не выведены все отделы молочной железы. вот, к чему так, пардон, смотрите, ну, 240 у нас, значит, ошибок технических, именно связанных с нарушением укладок, и когда не выведены все отделы молочной железы. Просто я вам хочу показать технически, к чему ведут ошибки, когда у нас не выведены все отделы молочной железы. Вот, смотрите, у нас не выведены молочные железы, вот, именно в этом отделе у нас, к сожалению, рак. Вот здесь мы, ну, даже без выделения мы видим, что если мы не вытянули молочную железу на прямых краниокалдальных снимках, пожалуйста, мы тоже пропустили рак, бы, если бы мы не вывели эту проекцию. Вот, еще на прямых снимках тоже мы видим, что если бы мы не вывели на прямых краниокалдальных снимках, у нас бы мы точно пропустили рак молочной железы. Спасибо за внимание, я готова ответить на ваши вопросы. вопросы. Все, все, все. Отвечай. Сергей, если это цифровой аппарат, то мы делаем несколько снимков. Значит, захватываем сначала на кране у каудальных всю часть, потом медиальную и наружную часть. Ал, с маленькими вообще на самом деле просто, потому что мы даже делаем мужчинам с геникомастией, поэтому там вообще вопросов даже нет. Компрессия должна быть именно такая, чтобы пациенту не было больно. То есть, ну как бы это все нарабатывается чисто технически, потому что я вот с какой силой сдавливать, сказала бы, правильнее с какой компрессии сделать снимок. Ну, это все технически надо отработать. Татьяна, если мы делаем снимки на аналоговом аппарате с имплантами, обычно мы берем на средние, скажем, импланты где-то 29-30 кВт. Классификация Байратс – это скорее для врачей вопрос. Но мы ее используем, да. Прицельные снимки по какому алгоритму мы в основном всегда работаем в команде. То есть, мы всегда согласовываем с врачом-рентгенологом-мамологом, именно какую область прицельно сделать, и по такому принципу мы работаем. Осложнение в виде разрыва импланта – это вот, вы знаете, крайне редко, если уже имплант поврежден. А в принципе, ну такого не может быть во время маммографии разрыва импланта. Продолжение следует... Мы их все как бы анализируем и работаем с тем, чтобы у нас технических ошибок было минимально. Фаина, вы знаете, вот я работаю на цифровом аппарате, и скажу, что на цифровом аппарате компрессия, она вот минимальная. Ну, мы не делаем компрессию сильную, как вы пишете. Мы компрессию делаем минимальную, потому что сам цифровой аппарат уже предполагает наименьшую лучевую нагрузку. Наталья, да, у нас есть анкеты для пациентов, которые они заполняют перед обследованием. Мы сначала делаем маммографию, у нас, то есть, практикуется такое, что мы делаем маммографию, доктор осматривает снимки и потом уже, если понадобится, назначает УЗИ, делает сам уже УЗИ, либо осматривает пациентку, ну, в основном это после маммографии. Наталья, да, мы маркируем рубцы, родинки, у нас есть специальные маркеры, ну, если они там маленькие, если они, скажем, размера большого, то мы их маркируем. Если совсем маленькие родинки, мы их не маркируем, рубцы, да, маркируем. Денис, если молочная железа огромного размера, что у нас в практике бывает часто, мы ее делаем поквадрантно, то есть, сначала центральную часть берем, делаем снимочек, потом берем внутреннюю, потом наружную часть делаем, ну, на прямых, на косых, естественно, сначала нижнюю часть, потом среднюю, потом верхнюю. То есть, максимально охватываем либо на два раза, либо на три раза, но захватываем всю молочную железу, потому что у нас большой риск пропустить рак. Наталья, у нас на одну стандартную маммографию выделяется 15 минут. В анкете для пациенток в основном это возраст, были ли роды, корнило ли грудью, были ли операции на области исследования, месячные, как, с какого возраста, ну, и все, наверное, там, да. Ну, у нас в России, как бы, есть приказ, что после 40 мы в год один раз, это обязательно проходить маммографию всем пациенткам. Маркируем родинки, у нас есть специальные маркеры. Для рубцов тоже есть у нас такие маркеры длинные, они пластиковые. На что они похожи, я не знаю. Ну, как ликопластыри, да, маркируем рубцы. Нет, ну, вообще сейчас мнение врачей, что мы даже на маммографию не учитываем цикл. Если раньше у нас было, что там с 3 по 15 день цикла, то сейчас цикл учитывают только при МРТ молочных желез, потому что это очень важно. А при маммографии уже, можно сказать, не учитывают цикл. Ольга, мы маркеры для родинок и рубцов приобретали через отдел закупок. Коллеги, еще вопросы? Пожалуйста, удивите пару минут и оставьте свой отзыв о данном вебинаре. Пожалуйста, нам важно ваше мнение. Все, коллеги, всего хорошего, хорошего вам вечера. Спасибо.